В этой лекции мы с вами рассмотрели следующее. Во-первых, мы с вами рассмотрели, как устроен биологический нейрон. Далее мы сделали математическую модель для биологического нейрона, которую мы будем использовать в дальнейшем. Кроме того, мы решили задачу о том, как представить некоторые логические операции в виде нейронов. Мы с вами сделали вывод о том, что если соединить в сеть несколько нейронов, то разделяющая поверхность будет нелинейная, при том, что у одного нейрона разделяющая поверхность линейная. Кроме того, мы с вами показали, что комбинировать полносвязанные линейные нейроны бессмысленно. Продолжение следует...